Друзья, всем привет! И мы начинаем новый курс «Французский шаг за шагом». Сегодня первое занятие. Мы познакомимся с разными языковыми явлениями, которые присутствуют во французском языке. Артикли, местоимения, выучим слова. Так, тут опечатка французских, конечно же, слов. Да. «Francy» – так именно звучит. Язык на французском языке. Французский язык «Francy». И вот особенность французского языка, вот эта «cdi», то есть вот эта запятая под «s» всегда показывает, что она проносит как «s». Если бы без неё проносилось бы «francay». Угу. Ну и давайте ещё одну. Особенность даже две. Носовой звук тут идёт, и «a», «i» всегда читается как «e». «e». Угу. Вот. Сегодня мы изучим слова, которые хорошо запоминаются. Здорово? Здорово. Потому что мы их все знаем, и они не нуждаются особо в переводе, но зато мы потренируем разные буквосочетания, чтение разных буквосочетаний. Вот в этом столбике будут все читаться как «o». Бо-ку. Вот это «e», «a», «u» всегда читается как «o». Поэтому, например, слово «красота», «beauty», «boté». Вот как раз она. Мы до него дадём ещё. Пишется через «e», «a», «u». И так бесит всех, кто изучает английский язык. Потому что она произошла и от французского. Бо-ку. Дальше читаем «e-polle». «E-polle» — это «пле-ечь». Причём «e-polle» — вспомним слово «e-polle». Они носятся на плечах. Их одевают на плечи. «Ru-lo». Ну, так и произносится. Рулон с верток, свиток. «Ru-lo». «O-y» всегда читается как «u». Без «o» она читается как «y». А с «o» она читается как «u». Ну, и слово «boté», как я уже сказал. Ещё одну особенность. Скажу спойлер. Что французское «t» — это будет итальянское «ta», английское «ti», то есть «beauty», «community», «community» и так далее. «Communita» — итальянское. И немецкое «t», и… какие ещё там есть? Испанское «dad». Идём дальше. «o-i», «o-y» всегда читается как «wa». Даже «o-y» перед гласной. Перед гласной. Чтобы удобно читать было. Не «wo-i», а не «wa-a-a-j», а «wa-y-a-j». Вот это «o-i». «O-i» — две «i». Мы, чтобы написать две «i», написали «y». Поэтому «noar» — «wa-y-a-j». Ну, помним слово «во-a-y-a-j», «во-a-y-a-j». Ну, и «carpe noir» из рекламы, наверное, тоже знаете. «Чёрный» и «путешествие», соответственно. Ну, мы, кстати, не прочитали «boku». «Epaules, rouleaux, bouteilles, pause». «Pause», «пауза», «pause». «a-y» и «a-y», то есть что с буквой «e», что без буквой «e», она всегда читается, сочетание «a-y» читается как «o». «О». Идём дальше. По-английски мы прочитали «bitch», а по-французски она читается как «sh». «c», «sh». Ну, они где-то похожи. Ну, и даже если мы возьмём слова французского происхождения, «champagne», например, или «machine» в английском языке, то там будет сочетание «ch» будет тоже читаться как «sh». «sh», потому что это французского происхождения слова. Ну, машина, там, ну, такого общемирового, там, по-моему, не буду врать, не буду врать. «Cheval», «cheval» — это не просто какой-то плохой человек низкого происхождения, а не это «лошадь». То есть даже за людей не считают. «Cheval», «chevalier», поэтому. «Chevalier» — «псадник», дословно переводится. Ну, испанское «cabaleros», например. Дальше «chef», начальник, но от слова «голова». По-английски мы прочитали «chance», по-французски мы читаем «chance». И тут опять особенности, помните, у нас французское слово, вот, кстати, слово «хорошо», специально я выделил «ш». И носовой звук «а» плюс «м» всегда даёт, ну, вообще гласная плюс «м» всегда даёт, если после неё идёт особенно согласная, всегда даёт носовой звук. «шансон» опять, и на конце то же самое. Единственное исключение, если вторая идёт за ней гласная «н», «н» тогда просто без носа, без нозализации. Дальше идём «марши», «марши» — это не просто маршировать, вот это «эр» показывает, что это окончание глагола. Мы это увидим в других примерах. «Марши», «марши». Кстати, такой важный момент, всегда повторяйте за мной, всегда повторяйте за мной, чтобы запомнить. Потому что, чтобы запомнить, нужно как минимум три раза повторить. «Марши», «марши», «марши». Ну, я не буду повторять три раза, но вы можете отмотать, если не повторялись за мной, можете отмотать видео на начало и сказать тоже три раза. «Марши», «марши», «марши». «Шейф» два раза у меня почему-то встречаются. Идём дальше. «Шак», «шак» — это не «шак». «Шак» будет по-французски «па». Как в балете, балетное «па» — это как раз «шаги». «Па-дэ-дэ» — там тоже слово «шак» используется. Там есть «гро-па» и так далее. Очень много слов со словом «па» в балете. «Шак» — это «каждый», «шак». «Шака», «шак», «каждый», «шак». «Каждый шаг». И замедляя «каждый шаг». Была такая английская песня. Тут, наверное, плохо видно. «Шэзи», «шэзи», тут «а-и», «а-и». «Шэзи», «шэзи». Мы знаем его по слову «шэзь лонг», «шэзь лонг», «длинный стул». До слова на переводце «шэзи». Идём дальше. «О-ю». Мы её уже встречали в двух словах «гло», «боку». И произнесём «гронт», «гронт». Ещё одна особенность французского языка. Большинство букв на конце слова во французском языке не читается. В английском тоже есть немые звуки. У нас тоже есть непонятностимые согласные, например, «здравствуйте» и так далее. Вот французы не исключение. У них тоже есть непонятностимые гласные, но чаще всего на конце. На конце слова, иногда в середине, но чаще всё-таки на конце. И вот самая часто встречаемая вообще буква во французском алфавите в русском языке — это «а», а во французском вот это «э». И она чаще всего немая, то есть не читается. «Громпе». «О-ю» — «громпе». Так и переводится. «Тужур». «Тужур». «Ту» — это весь, всякий, все. «Жур» — это день. «Тужур». «Всегда». «Л'Амур» — «тужур». «Всегда». «Вот, кстати, слово «Л'Амур». «Л'Амур» — «Л'Амур», причём может быть «Уль Амур» и «Ан Амур». «Зависимо от значения слова». «И даже «Л'Амур». Идём дальше. «Кур». «Кур» — так и переводится. «Курсы». «Кур». «Кур». Видите, опять «С» не читается. «Курсы». Частью всего читается «Х» на конце. Ну, не только «Х», но и «Е». Ну, исключение назвать глаголы на «Р», там «Р» не читается. Ну, и пока возьмите себе правило не читать последнюю букву. Вы будете так меньше, по крайней мере, ошибаться, если не будете читать все буквы абсолютно конечные. «Кур». «Амур». «Курих» — это тоже однако иное слово «курс». «Курс» — это то, что мы проходим, пробегаем. «Бега». «Курир» — это «бежать». От этого же слова произошло слово «курьер». «Курьер». «Тот, кто бегает». «Бегун». «Гонец». «Боку» — у нас два раза встречается. «Хуло». «Бутик». «Бутик» — так переводится «бутик». «Дальше». «Дубль». 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 «Дубль» — это значит что-то двойное. Поэтому «дубль» — это двойной. Даже в названии буквы «в», двойная «в». Мы встречаем это слово. идем дальше буква и и мы помним что с буквой о читать как у а отдельно читать как и как в алфавите вообще во французском языке буквы чаще всего читать каков видите мультиплее мультипликация мультипликатор множитель то есть умножать мульти мультиплее как вы думаете что это слово конечно же луна уник уник да не только уникальный но единственный в своем роде допустим как раз если возьмем отдельно будет это слово или или что означает один и это будет также не определенный артик в английском и м а во французском ну там еще некоторые музык тут все понятно в том числе музыкальный может быть ну и тут мы встречаемся еще одно сочетание и n дает звук и и нас в нос вводим ее а потом в нос и и на конце если это не глагол то читается вот это читать как а у что ты не читается но это чаще всего либо либо существительное либо на речи инструмент например придамо дальше вот это и и сразу и и переходит поэтому и она короткая и получается такой дифтонг если пока не получается то можно говорить но старайтесь все таки и и и как мы сделаем и и и мы просто говорим у и улыбаемся и и и и и и наоборот говорим и и и и и и и не говорим у а губы вытягиваем в трубочку а прогнозем и 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 Не очень понятно, наверное, да? Если мы просто вместо «и» поставим «к», всё будет понятно. Фрукт – продукт. Сюрприз – это застать врасплох. Сюрприз – это «над», а приз – «взять», «взять», «над», застать врасплох. Сюрприз – это не только художественный этюд или музыкальный этюд, но любое учение. Этюды. 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 Продолжаем букву «и». Окупей. Окупей. Окупей – это не оккупировать, хотя близко, по значению более узко, правда. Это занимать. Занимать. Окупей. Окупей. Занято. Окупей. Окупей. Дальше. «Натюральне». «Натю ральная». «Натюральне». Повторяем три раза, как мы и договорились, чтобы у вас прямо от зубов отскачивы. натурально естественный натуральный натурально от слова природа натюр немецкая натюрных наверняка знаете конечно естественно дальше дебе 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 это начало начало дебют не только дебют собственно начало какого-то первое исполнение какого-то произведения но и любое начало дебе дебе обе это цель ну дальше суп стонс суп стонс это субстанция мы бы сказали просто вещество суп стонс суп стонс то есть если мы посмотрим из чего стоит сумма это под отста станция стоять состояние под состоянием и под состояние результат результат все понятно даже переведить не буду брюли например в слове крем крюле мы видим это слово брюли 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 им пруд и это Это, собственно, крем или сметана, сливки, вернее, а брюле это жарить, жарить, то есть жареные сливки. Просесю, просесю, изначальное значение этого слова отросток, то есть... Процесс образования отростка, просесю, ну и слово процесс тоже есть такое. Дальше, температур, температур, тут всё тоже понятно, наверное, температура, температур. Видите, у нас э-эн и э-эн, и а-эн, и а-эм читается как а, а, но об этом позже, позже. Идём дальше. Это не лутня, это борьба. Салютуют после битвы. Идём дальше. Костюм. Следующее слово. Опять у нас а-и, и ещё при этом н. Поэтому э-э мы произносим, и произносим в нос загоняем. Идём дальше. Натюр. Мы уже договорились, что это перода. Вспомним слово натюрморт. Мёртвая перода. Натюрморт. Натюрморт. Дальше идём. Слово ви, ви, ви означает взгляд. Взгляд. Мы можем его находить в слове отрыви и интервью. То есть взгляд между собеседниками, среди собеседников. Рэйвю. Снова посмотреть. Снова смотрю. То есть просматриваю снова. И так далее. Ви. Ви. Ну и в таких выражениях. Дежавю. Жаме ви. И так далее. То есть уже видел, никогда не видел. Такие психологические феномены. Молекюля. 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 Вы заметили, что я не читаю буквы «э» и многие буквы на конце я не читаю. Вот это сочетание букв «илл» и «илл» часто даёт звук «и». Например, в слове «солей», особенно после гласных, «солей», «травай». Ну, «травай» мы не будем брать, потом работа, если что. Это после гласных произносится и «фамии», например. Ну, там по-другому пишется. Фамилия. 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 Мехвей, например. Муж по-моему, где пишется вот так вот на конце, а в женском пишется вот так вот. Дальше. Фейлия. А, фамилия. Это не фамилия, как вы подумали. А это семья. Вспомним английское «family», итальянское «фамилия» и так далее. То есть, это родовое имя. Фамилия – это семейное имя. То есть, слово «фамилия» произошло от слова «семья», а не наоборот. «Солей», например, мы помним «цирк du Soleil», солнечный цирк. И «фейлия», «фейлия», например, слово «портефейли», «портефейли», ну, у нас это портфель, а у них это бумажник. «Портефейли», то есть «несу листки», «несу документы». Идем дальше и рассмотрим такие случаи, как «ж» с буквами «ы» и «и». Ну и, собственно, буква «жи». Они все приносятся как «ж». Причем, вот, сами буквы эти не читаются. Например, слово «нежи», «нежи». Как вы думаете, что это такое? Подснежник? Да, «нежи» – это снег. «Нежи», «нежи». «Тумбеля нежи», например. Знаменитая песня «Сальваторе Адаму». «Ружи», «Мулян Ружи», «Мулян Ружи» – это у нас была «Красная мельница». «Мулян Ружи» – знаменитая кабарет французская, парижская. До сих пор работает и там ставят разные аппереты, и не только. По-пикантные вещи. «Ружи». «Ружи». Дальше «пажи». «Пажи» имеет два значения. По-английски мы прочитали «пейдж», и это означает «так и есть страница». И слово «пажи». То, что мы знаем в русском языке, то есть мальчик, который ходил раньше за своим господином и выполнял какие-то мелкие поручения. Мальчик на побегушках, но у высокого, у знатого человека. «Пажи». «Пажи». Например, в «Королевство Гоевых Зеркал» очень хорошо описанная роль «Пажа» Оли Ело. Посмотрите обязательно этот замечательный советский фильм, и ещё лучше прочитайте книгу своим детям вместе с детьми или одни, когда станет как-то грустненько. Очень интересно. «Портеже». «Портеже» – это тот, кого продвигают, того, кого защищают. «Портеже» – это защитник, защищать, вернее. «Портеже» – это то есть «защищаемая». «Защищаемая». «Тот, кого защищают». «Портеже». «Портеже». Дальше идём слово. Ну и «протекция» от этого же слова произошло, от латинского. «Резюм». «Резюм». Переводить не надо. Попробуйте прочитайте по-русски. «Регион». «Сюжей». «Сюжей» мы уже переводили. «Этажи». «Этажи». Так и будет «этажи». Везде, видите, мы читаем как «ж». «Мажор». «Мажор» – это не только. Лад в музыкальной науке, но и в музыкальном искусстве, но и главный. То есть главный лад в музыкальном музыке – это и есть «мажор». «Мажор». Ну и, например, слово «мажордом». «Главный человек». «Главный человек». «Момон». Тут без перевода всё понятно. «Ансамбль». «Ансамбль» тоже всё понятно, но единственное, что переведу, это означает слово «месте». «Месте». «Ансамбль». «Нос собственное. Ансамбль». «Энсамбль». Элемон. «Элемон». 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 Montebianco по-итальянски и так далее, но мы не будем на этом остановляться. Семенц. Как вы думаете, что такое? Семенц. 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 Осеан. Что такое? Как вы думаете? Ну, с учетом того, что раньше латинское сочеталось как К. Конечно же, это океан. Осеан. Ошеан. Оцеан. Кстати, по-немецки так и будет. Плён. Плён. Все тут понятно. Сан. Сан. Это слово мы знаем по темпераментам. Сангвиник. Сангвиник тот, в котором течет кровь, кровь с молоком. Такой человек. Жить нерадостный. Шутки-прибородки. Поэтому у него кровь течет по жилам и у него такое бодрое состояние духа. Не такой желчный, как у холерика. То есть он не любит особо спорить. Вернее, не спорить, а ссориться. Не выплескивая часто свои негативные эмоции. У него такое доброе расположение духа чаще всего. Сан. Сангвиник. Кровь. Кровь. Вот это сочетание кю и и читается как ке. Ке. То есть буква. Читается только последняя буква. Почти первое и последнее буква. Ке. Это произошло от латинского. В латинском много таких слов. На куэ. В латинском так и читается. Ну и по-английски тоже читают как куэ. Ну и если это не французка, то есть компресса ждет. Уник. По-английски боди. Юник. Чувствуете, где собака зарылась? Зарыта, вернее. Мюзик. Банк. Бутик. Практик. И видите, у нас в латыни будет, ну и в других языках будет к. Практика. Практик. Практик. И так далее. А во французском это к. Она исчезает. Такая особенность французского языка. Практик. Электрик. Тут все понятно. Электрик это не электрика, это электрический. Вот это ик, это чаще всего прилагательное. Ну, музык тут, можно сказать, исключение. Практик. Практик тоже. Ну, музык, в принципе, да, исключение. Следующее буква-сочетание. Э-ю дает звук Э. То есть буква Э по сути не читается. И вот такое сочетание О-Э-Ю. Сейчас оно пишется вместе. О-Э в такой вот красивой форме. Оно читается, как открытое Э. Э-Э. То есть мы произносим... Говорим, вернее, губами. Показываем, что произносим Э. Давайте тренируемся. А ртом произносим О. Давайте потренируемся. А. 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 Молодцы. А теперь наоборот попробуем. Попробуем наоборот. То есть мы произносим... Мы... Так. Получается... Губами делаем О. А произносим Э. 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 Какой вариант вам больше нравится? Французы произносят вторым вариантом. Тот и используйте. Э-э... Э-э... Ну... Э-э... Но звук одинаковый, поэтому... Э-э-э... Французам просто не... Ну, в принципе, кто обращает внимание на то, как вы располагаете свои органы, артикуляции? Э-э-э... Только... Э-э... Только логопеды за этим следят и остальные. Э-э-э... Э-э... Ну, и те, кто читает по губам. Кстати, еще один... Э-э-э-э... Еще одна штука. ВАФС не смогут прочесть по губам. Э-э-э-э... Такая штука интересная. Э-э... Поэтому... Этому будет более открытый звук. Сэ-э-э... Сэ-э-э-э... А это будет более закрытый звук. Фэ-э-э-э... Мажэ-э-э-э-э... Ну, «сер», как вы думаете, что это? «Сер» у нас осталось только «сер». Да, это слово «сестра». В английском «систер» хоть как-то похоже ещё. А во французском уже «сер». В немецком «швестер» чуть-чуть менее похоже, но всё-таки не «сер». В итальянском вообще «сорелла». Следующая буква сочетания «а-и». «А-и» и «э-и» читаются одинаково. «Э». «Метр». «Метр д'отель», например. «Начальник». «Начальник этого отеля». «Метр д'отель» или «метр», ну, «метром», понятно, кого мы называем. Тот, кто сделал какой-то «великий учитель». «Метр» — это и будет «учитель». Но обычный учитель, даже в младшей школе, это будет «метр». 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 «Сильвеплей». «Сильвеплей» — это слово «вы знаете точно». «Точно». «Если вы ничего не знаете во французском, то вот это слово вы точно знаете». означает «пожалуйста». «Пожалуйста». «Пожалуйста», ну и дословно «если вы», «если вам нравится», «если вам угодно». «Сильвеплей». «Угу». От глагола «плех» нравится. «Плещих» — от этого же слова «удовольствие». Ну, по-английски это будет «плеща». Идём дальше. «Шезь» — у нас оно встречалось уже. «Шезь лунги». «Капитэнне». «Капитэнне». Как вы думаете, «раз, два, три». Конечно же слово «капитан». «Солейе». «Солейе» — мы видим «э» и «и». Ну, тут немножко другое правило ещё примешивается. Но, в принципе, можно рассматривать как такой необычный вариант этого правила. «Плех», 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 «плех». Например, слово «плехнэр», «плехнэр». И вот после гласной появляется уже не только носовой звук, но и обычный звук. То есть «плехнэр». «плехнэр». «Плехнэр» означает «полный воздух», если дословно. «Плехнэр», то есть на открытом воздухе. На «плехнэр» художники что-то рисуют. Ну, обычно про художников, но и про творческих людей можно тоже сказать. «О, я тут на «плехнэр» отдыхаю». И так далее. Идём дальше. Сочетание «ти», «ти», «т», «и», «о», «н» приносится как «сюн». «Сюн». «Сюн» означает, ну, по-английски «шюн», «шюн» по-итальянски будет вообще «тюнэ» и пишется по-другому. По-испански будет «цьон» и тоже пишется по-другому. По-немецки будет «тьён» и пишется так же. Ну и «фун», «шюн» по-шведски. Ну и по-польски там «тья», ну и, соответственно, по-английски тоже будет «тия». Вот это всё, что на «жн», в латыни это будет «тио», «тио», «тио». Функционер. Ну, понятно, кто это. Идём дальше. Вернее, не «кто это», а это не функционер. Это функционер. Стасион. Стасион. Стация. Не хватает буквы «н». Мы добавляем её в русском языке «станция». Вот. Дальше. «И-эм». «И-эм» всегда читается как «э-н». «Эн». «Эн». Вспомним «импессионистов». «Эмпрессион». У них картина называлась «Эмпрессион». Одна из картин. «Эмпессион». «Эмпессион». Впечатление. «В». «Вдавливание» дословно. «Пресс». «Прессион». Слово «пресс». «Индустри». «Индустрия». «Индустрия». «Эр» показывает, что это глагол. Значит. «Индикатор». «Указатель». «Индикей». Вот, кстати, «эндекс». Это будет указательный палец. «Указывать». 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 «Индикей». «Метца». 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 «Это...» «Метикаменты». «Метца». 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 «Дальше». «Энтегей». «Энтегей». «Тут тоже особенность французского языка. С в словах чаще всего она опускается, и по-английски будет interest, а в русском вот это Т она опустилась, а во французском наоборот вот это С она опустилась. То, что у нас закопилось, у французов опустилось. Изъяли они из языка interest, не только в слове interest, например forest и так далее. Обычно перед Т, в таких случаях. Ну и вот эта шапочка, так называемая. Акцент циркумфлекс, она как раз показывает, что тут должно быть С. Принципаль, ну принципиальный, то есть тот, кто что-то главное, важное. Принципаль это важный, главный. Принципаль, ну по-итальянски principe это будет принц, то есть тот главный в стране, в основе короля. Идём дальше. PH читается как F, ну как в английском и в латинском. PH, параграф. И никогда не читается на конце. POEM, мы просто добавляем букву А, чтобы было всё по-русски. POEM, POEMA, форм, сами добавьте. PRICE, попробуйте добавить. PLANET, COLONIE, но тут так как буква И, тут не А добавляется, а Я. Дам, системе, ривьер, вот это французская ривьера, это как раз бег, ривь, ну или вспомним английское river, ривьер. PROBLEM, всё тут понятно, и PEACE, PEACE, добавляем соответствующую букву. Вот такой у нас обзор, ещё он не закончился, но, чтобы вас не утомлять, я сделаю паузу. Вы пока обдумайте, пересмотрите видео, если что-то непонятное, пересмотрите ещё раз. A bientôt, au revoir. Изучайте французский язык, он не такой сложный, как кажется.